так если на касса резал конечно просто жесть так на касса резал просто страсть промазал по четырем амуром видел хороших амуров и промазал четыре раза ну короче результат вот такой сейчас покажу вот что удалось сегодня добыть ну сейчас все по порядку нерест кончился чем на подводную охоту уже пора бы размочить жабры короче будем сейчас нырять дорога конечно не очень ничего страшного где наш не пропадала но началось все с того что я сидел на работе никого не трогал позвонил товарищ и сказал что он нашел амуров ничего не оставалось как бросить работу и поехать искать их приехали на место товарищ разгрузил амуров дома ну и решил показать мне где и как он охотился вода была чистой местами до трех метров поэтому охотиться было очень даже приятно честно говоря не было никакой уверенности что амуры по-прежнему будут там находиться была великая возможность что они куда-то уже свалили но надежда надежда все-таки остается в душе поэтому начинаем поиски всякую рыбу решаю не трогать настраиваюсь исключительно амура и через какой-то непродолжительный промежуток времени на меня выходит первый не могу сказать что я не ожидал его увидеть вот он ходит передо мной и это был первый досадный промах амур довольно шустрая рыба поэтому к нему проблематично подкрасться чтобы бить его на кратке обычно все выстрелы происходят издалека не дает он шансов конечно чуть-чуть замешкался и все и рыбу больше не увидишь вообще это чудо конечно что они собрались каким-то образом на этой мелкой глубине на мелковой вот а второй здесь я конечно вообще зря делал этот выстрел гарпун даже не долетел до рыбы три метра веревки вымотались и все дистанция приличная конечно было 3-4 метра обычно видишь силуэты ближе очень редко удается их увидеть приходится идти просто на кончиках ласт еле-еле перебирая ластами только тогда можно кого-то встретить вот сомик лежит ему пофигу лежит и все но сом не представлял на данный момент для меня никакого интереса поэтому я хотел его потрогать рукой переложил ружье в левую руку но с вами конечно чухнул можно было взять но цель была сегодня амур самый не интересовали глубина в месте охоты была небольшая это луга который граничит с руслом руслом реки и зачастую глубина была полтора максимум два метра местами даже было еще мельче прозрачность радовала там где была ракушка очень чисто в этом случае в траве которая крайне редко встречается тоже было довольно чисто выпал карась на меня но тоже я карася не стал трогать потому что когда знаешь что рядом такие чушки плавают огромные как-то нету желания разряжаться вот сейчас будет момент очередной встречи с амурами которые даже не дали мне шанса выстрелить вижу один силуэт понимаю что он уходящий наблюдаю 2 3 как-то все это быстро быстро закончилось амур свалили в закат и все и даже не успел сделать ни одного выстрела периодически выходили стаи лещей лещ кормился его было много ну леща тоже не трогаем наблюдаем за всей этой картиной и ждем ждем свой трофей очень часто такие стаи могут замыкать какие-то крупные особи ну либо даже тот же самый амур в этом случае не повезло лещ прошел следом за ним вышла еще очередная стая но к сожалению амура не было за всю охоту было отснято большое количество материала не вижу смысла выкладывать его весь поэтому выкладывают только самые интересные моменты какой-то момент я услышал звук кормящегося амура либо кормящейся рыбы и слух меня не подвел это был действительно он стоял ко мне хвостом вот он и очередной промах досадно в какой-то момент решил изменить тактику охоты надоело мне шарохаться по лугам ушел на русловую бровку и начал проныривать до этого охотился с трубки сейчас решил пару нурков сделать не скажу что глубоководных глубина два два с половиной метра но тем не менее уйти и попробовать взять рыбу с нырка пар нырков было которые не принесли результат но на одном из нырков у меня вышла стая сейчас вы увидите этот момент пока расскажу в чем был конечно косяк всяк был в том что я был не загружен и соответственно приходилось двигаться под водой чуть быстрее нежели когда находишься на поверхности придется повесить на пояс еще пару килограмм чтобы подобная ситуация не повторилась потому что когда быстро плывешь рыба тебя очень сильно боится в идеале затаится и плыть как можно медленнее ну вот собственно тот самый нырок когда на меня вышли амур и не забудьте подписаться на канал поставить лайк это придаст мне сил перебороть всю эту ситуацию это был очередной промо это пиздец видя что тактика хоть и не принесла плоды но оказалось вполне рабочий предпринял попытки поисках амура на нырках но они не увенчались успехом к тому моменту от охота подходил уже концу поэтому направление выбрали в сторону берега и начали двигаться уже домой по пути домой на одном участке в зарослях травы натолкнулись на ходового судака судака было большое количество довольно крупные особи плавали сразу я тоже не стал их трогать наблюдал потому что это довольно неприятное зрелище ходовой судак вообще редкость обычно его видишь когда он стоит здесь они активно охотились потому что вокруг было много мелкой рыбы все мысли о выстреле как ветром сдуло хотелось как можно дольше наблюдать за всем происходящим вокруг судаки делали круг и возвращались ко мне такое ощущение что они хотели посмотреть на эту неведомую зверушку я имею ввиду себя вообще судака не зря называют пастухом он очень часто сопровождает стаи мелкой рыбой будь то окунь лещ густера плотва там любая другая рыба и и и Продолжение следует... Продолжение следует... С напарником взять по паре судаков. Это был первый мой судак, которого я взял. Хороший выстрел, киллшот и рыба парализована. Хочу выразить огромную благодарность своему другу Валерке, который позвал меня на сегодняшнюю охоту. Спасибо тебе, кореш. Кстати, здесь мы с ним для кадра берем судака. Да, это был его судак. Уже подойдя вплотную к берегу, решаю проверить береговой камыш. Я всегда знал, что там плавают караси, и сегодня я решил проверить это место. Да не только это, в любом другом месте будут караси. Чтобы не разряжаться в холостую, выбрал карасика покрупнее и разрядился об него. Хороший получился выстрел. Карась был добыт киллшотом. Ну, на этом месте пришла пора прощаться. Всем удачи. Лайк, подписка, только приветствуются. Будут мотивировать меня на дальнейшие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok